Этот вопрос, угодите, этот опыт. Марина, а разные ли сложности за рубежом и у нас в России воспитание одаренных детей? Или они во многом схожи? Насколько легко проследить по похожести их проблем? Во многом схожи, да. Хотя, в принципе, воспитание отличается. Ну, схожесть в чем? Вы знаете, наверное, что за одаренными детьми часто стоят родители и педагоги. И если так получается, что либо родители, либо педагоги обнаруживают в ребенке какой-то невероятный талант, ну, скажем, в возрасте 3-4 лет, это обычно, да, то точно так же, как в России, так и в Норвегии, родители могут делать ставку на такого ребенка, и тогда уже все зависит от их самоконтроля, так можно выразиться. Потому что те родители, которые, как я сказала, ставку делают у таких детей, они, в принципе, вообще иногда сами просто обучают детей дома и не водят их в школу. То есть дети занимаются очень много часов дома. Ну, я знала таких детей непосредственно. Не мои ученики, это, правда, были. Ну и, в общем, я замечаю, что такие дети действительно, да, они становятся хорошими мастерами, но поскольку это именно родители выбирают их карьеру, и они их готовят изначально, вот с самого начала, с самого маленького возраста, то совершенно необязательно эти дети становятся действительно выдающимися музыкантами. Вы сказали в 3-4 года. А как в такой маленький, как сказать, возраст еще настолько мало, как можно определить, что вот талантливый парень будет там играть на пианино, насколько можно с уверенностью их сказать? Не получается ли, что часто родители навязывают человеку, еще маленькому, несозревшему, то, что, в принципе, ему, может быть, и не предрасположено? Насколько легко ошибиться вот в этой одаренности именно в этой области? Ну, конечно, такие конкретные прогнозы делать в таком возрасте невозможно. Можно что определить? Можно определить общую музыкальность какую-то. А, в принципе, даже и не столько это, сколько вообще вот наличие какой-то энергетики у ребенка и желание к чему-то. Ну, часто же бывает так, что вот ребенок в 3-4 года какой-то определенный ребенок научается читать рано, даже писать. И, соответственно, уже в каких-то других схожих областях, скажем, в области искусства, рисования, музыки и так далее, он может тоже себя рано проявлять. Но вот, как я здесь пишу в своей книге, это может быть показатель высокого уровня нейротизма, так называемого. Психологи говорят об этом. То есть способности очень быстро и рано реагировать на какие-то вещи. И это, в принципе, нельзя путать с конкретным каким-то талантом в определенной области. А талант его можно как-то прямо охарактеризовать? Потому что талант мне казалось, что это некая гулиоморфная какая-то вещь. Можно ему дать четкое определение? Опять же, применительно к раннему возрасту. Или его можно определить только, допустим, на стадии начальной школы или средней школы? Вот примерно так. Ну, конечно, очень многие люди бравить за то, чтобы определить, что такое талант. Как вообще, наверное, любое понятие люди пытаются определить словами. И каждый определяет, естественно, это по-своему. Есть люди, которые специально этим вопросом занимаются. Мне, например, говорили, что есть книга какого-то англичанина, честно, пререпомню, как его зовут, который утверждал, что талант – это труд. В каком возрасте, я могу сейчас сказать, как мне кажется, что такое талант. Потому что пока я думала над этим, пока я писала, я, конечно, вывела на себя определенное определение. Но это не обозначает, что мое мнение может для кого-то являться критерием. Все могут думать по-разному. Есть на это тоже ученые, опять же. Что касается возраста, мне кажется, что именно слово «талант» оно неприменимо к 3-4-летнему возрасту. То есть тогда можно говорить о определенной одаренности ребенка. А речь идет о таланте, это уже, скорее всего, на мой взгляд, где-то возраст ближе к 13-14 лет. По моему опыту, во всяком случае. Почему? Потому что я считаю, что вот именно тогда, когда одаренность природная, ну это могут быть совершенно любые вещи, начиная от слуха музыкального, кончая вот какой-то определенной реакцией на вещи энергетики и так далее. Когда эти вещи, помноженные на интуицию, встречают определенный интерес, то есть вот когда вот несколько каких-то компонентов пересекаются в одном, то тогда уже можно начинать говорить о таланте. Потому что мы часто слышим, допустим, как играют очень одаренные дети. И мы вот музыканты, которые имеют опыт определенный, мы сразу можем заметить, этот ребенок играет с интересом, со своим собственным отношением, какой бы он ни был там, это может быть любовь к звукам, это может быть любовь к музыке, в принципе вообще. То есть играет он с каким-то отношением или это все-таки что-то наученное, или может быть его кто-то заставляет, попытается продвигать дальше и так далее. То есть это можно определить очень быстро. Вот допустим мы имеем первые кирпичи того здания, скажем, профессиональный музыкант, так вот условно назовем. Первый кирпич – это музыкальный слух, чувство ритма, там второй кирпич, допустим, третий – это, не знаю, хорошая память. А какие еще составляющие нужны, чтобы действительно из маленького человечка вырос настоящий профессиональный музыкант в будущем? Для того, чтобы вырос музыкант в будущем, мне кажется, в первую очередь должны совпасть такие три компонента, как хороший педагог, под этим я имею в виду человека заинтересованного, любящего свою профессию и любящего детей. Не обязательно только именно хорошего профессионала, а также еще человека заинтересованного. Второй компонент – это разумные родители. Почему я говорю разумные? Потому что здесь именно вот кроется причина многих бед. Родитель может очень любить своего ребенка, но он может либо быть очень строгим, либо баловать ребенка. А вот такой родитель, который, скажем, видя, что его ребенок очень одаренный, тем не менее находит какие-то оптимальные условия для его развития и, с одной стороны, не преувеличивает, не давит, а с другой стороны, дает ему все возможное для того, чтобы получить очень хорошее образование. Вот такой родитель – это родители разумные. И что? И третий компонент – сам ребенок, который проявляет от этого желание какое-то. То есть чем больше он изучает какого-то материала, чем больше он ввлечен в свое дело, тем он больше хочет этим заниматься. И, конечно, если у него есть определенные способности, типа музыкального слуха и так далее, то он чувствует отдачу какую-то, потому что, когда у него получается, то ему хочется еще больше этим заниматься. Вот есть ли какие-то конкретные, не знаю, примеры, советов, что ли, если так можно сформулировать, когда можно поддерживать в ребенке интерес к той или иной доческой профессии, поскольку, там, не знаю, духовик или музыкант, пианист. Ведь часто дети, не все, конечно же, все дети разные, а бывает, что увлеченность есть до какого-то периода, потом, когда начинается действительно тяжелый труд, не издуряющий, никогда родители наседают больше того, что нужно. Но когда действительно ребенок встречается с тем, что ему нужно гамму сыграть не один-два раза, вот десять или пятнадцать, начинается вот обратный стопор, отторжение. Как вот с этим можно бороться родителям? Мне кажется, тут только один-единственный метод.